Судно с бортовым номером АМС-1 принадлежит Израилю, Сахин-2 Греции и Илмаз-Каптан имеют турецко-грузинскую регистрацию. Именно три эти корабли прорвали сегодня российскую вот эту так называемую блокаду. Конечно же, не просто так они ее, и не сами они ее прорвали, а их сопровождало силы НАТО. Разведывательные самолеты разного типа и один БПЛА. А также говорят, что еще и в Румунии там стояли в аэропорту самолеты, которые также могли быстро среагировать. Очень интересная ситуация. Вот не решились россияне, то ли не решились на израильские, турецкие и грузинские корабли нападать, то ли не решились конфликтовать с НАТО. А может и то, и то? Здесь ситуация в самом деле очень интересная, несколько загадочная. Я думаю, она прояснится в ближайшее время. Но я практически уверен, что роль НАТОвских сил в данном случае она не была в качестве конвоя, который готов был вступить в столкновение с Россией. Это абсолютно противоречит нынешней стратегии НАТО. Не зря НАТО очень осторожно в своих действиях, кстати говоря, вплоть до того, что американский беспилотник был безнаказанно, ну по сути сбит в свое время российским истребителем. Американцы не отреагировали. Американцы считают, что до определенной черты идти на какой-то риск, даже минимальный, подчеркиваю, минимальные столкновения с Россией, нецелесообразно. Поэтому в данном случае НАТОвская миссия заключалась в наблюдении, в самом деле, чтобы Россия чего-нибудь не учинила, а в нейтральных водах просто взять и атаковать суда. Но это было бы не то, что беспрецедентным пиратством. Прецедентов хватает более чем, но это было бы слишком даже для России. То есть если бы Россия на нечто подобное решилась, это было бы обставлено так, чтобы не было прямых доказательств. То есть как-то вот атаковали, но непонятно кто, и можно пытаться свалить на Украину, например. Вариант номер два – атака уже в украинских водах, причем не обязательно судов, а можно и порта. Но я считаю, что здесь что-то произошло необычное. То ли это остаточные какие-то результаты зерновой сделки, отмененные уже. То есть либо нечто иное. К сожалению, предполагать, что гражданские суда будут свободно ходить, пренебрегая российской угрозой, я бы не стал. Потому что гражданские суда – это компании, владельцы судов, их цель – прибыль. Они не являются военными, и для них отнюдь не цель – рисковать жизнью своих моряков, и тем более грузом или кораблями. В тот момент, когда они будут чувствовать, что есть реальная опасность, причем она не должна быть особенно сильной. Сложно рассчитывать, что коммерческие фирмы или кто-то к ним, имеющие отношения, будут продолжать рисковать. У России, к сожалению, есть возможность напугать, причем даже не прибегая к такому совсем уже откровенному нападению, атаки на конкретное судно в нейтральных водах, есть возможности напугать иностранных, да и не только иностранных судовладельцев, их страховиков, тех, кто страхует, чтобы это не происходило дальше. И я предполагаю, что если Россия сочтет это возможным, они поступят подобным образом. Это может быть атака украинского порта, например, когда там поблизости находятся или стоят суда. В общем, здесь я бы хотел сказать что-то оптимистичное для телезрителей, но, к сожалению, я не вижу такого развития, что корабли и суда безнаказанно, что называется, без проблем проходят, а Россия на это закрывает глаза. Здесь, видимо, мы имеем в виду с единичным случаем или единичными, которые продолжатся до какого-то определённого момента, потому что трудно предположить, что Москва с этим смирится и махнёт на это рукой. Давайте контрмнение всё-таки дам. Не считаете ли вы, что это объединение НАТО? Возможно, они всё-таки почувствовали, что они могут отстаивать свои интересы. Они объединились, прикрыли эти корабли и, в принципе, дали сигнал России, что мы можем объединиться. Дали сигнал себе, что мы можем объединиться ради этой цели, которая нам нужна. Ну и дали сигнал экспортерам о том, что без России это можно продолжить, и это будет абсолютно безопасно. Я здесь с вами не соглашусь. Это бы было коренным изменением стратегии НАТО, когда оно решило, что столкновения с Россией их далеко не так пугают, и если что, добро пожаловать. Так вот этого коренного изменения не прошло. А если конвоируют и прикрывают, в этот момент должны сходить из предпосылки, что возможно столкновение. А если россияне атакуют, а что делать тогда? Или это псевдоприкрытие, или должны быть проработаны все эти сценарии, или мы отвечаем. Так вот, в такой ситуации, когда они атакуют, а мы отвечаем в Черном море, тем более ради зерновой сделки, это, на мой взгляд, на данный момент очень далеко. НАТО не принято такое решение. Принято решение, естественно, наблюдать за происходящим, но не принято решение идти на риск конфронтации с Россией. Иначе бы мы увидели и другие, скажем так, симптомы изменения такого рода решений, вплоть до поставок немедленных в Украине ракет Атакамс, более агрессивных ответов, например, американцев в Сирии, где, так же, как и на Черном море, мешают миссиям беспилотников и наносят им повреждения российской авиации. При том, что российская сторона слабейшая. То есть это очевидно. Но это ядерная держава и это государство, у которого, как считают в Белом доме, и не только в Белом доме, есть элемент неадекватности при принятии решений. И вот эти два аспекта, ядерный фактор и вот этот авантюризм власти, являются тем самым риском, на который Запад не хочет идти. Опять-таки, напомню я о запретах обстрелов американским оружием военных объектов на украинской территории. Даже ведь ситуация может быть настолько абсурдной, что в 200 метрах от границы стоит орудие российское, и на него все равно этот запрет распространяется. Хотя с точки зрения законов войны и логики войны, это более чем легитимная цель. Запад и, в частности, администрация Байдена с начала войны проявляют осторожность. Они свои барьеры психологические и другие, которые они себе ставят, они преодолевают, но делают это постепенно и очень медленно. И поэтому я не вижу пока такой ситуации, когда, скажем, Турция или страны НАТО в буквальном смысле конвоируют и пытаются на всякий случай чуть ли не дать бой россиянам, если те атакуют суда. Я скажу более того, даже суда гражданские, но чисто гражданские суда, не украинские, которые, опять-таки, их цель – прибыль у владельцев компании. Даже под конвоем, понимая, что их могут атаковать все равно, что они в рискованной ситуации, здесь мало кто решится в итоге таким делом заниматься. Более того, конвой и все остальное, а на украинской территории, вот он уже вошел в украинские территориальные воды, вот он в порту, будь то Южный, Одесса или Измаил. В общем, к сожалению, здесь надо констатировать, что ситуация не вызывает оптимизма. Однако тоже в Москве могут быть, в Кремля могут быть свои соображения. Они понимают, что они в имиджевом плане очень сильно страдают, когда вот объявляют эту полублокаду и вообще вышли из зерновой сделки. Иди знай, какие у них будут телодвижения. Я не исключаю, что они просто набивают цену ради заключения новой сделки, которая устроит их, ну, естественно, устроит Украину и других партнеров. Услышал ваш ответ. Хочу продолжить мысль о том, что у России есть ядерное оружие, о том, что это ядерная держава, у которой есть фактор, как вы сказали, неадекватности, который учитывается. Вот заявление от сенатора США, от республиканской партии Линдси Грэма прозвучало. Пора отрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной гибели. Использование России ядерного оружия против Украины будет считаться нападением на НАТО. Достаточно такое, ну, жёсткое заявление, которое, как бы, в нашем разговоре опять как контр-мнение вашему, но я это зачитываю с точки зрения, чтобы мы нашли какое-то... В споре рождается истина, чтобы понимать, политическое ли это заявление, просто политическое, или это заявление, которое, опять-таки, фундаментально что-то меняет. И если это политическое заявление, зачем об этом просто говорить, если не готовы действовать? Ну, во-первых, надо понимать, на какой позиции находится сенатор Грэхем на данный момент. Он не принимает решения вместо американской администрации, более того, он в оппозиции. Так что здесь он в заметной степени высказывает своё мнение и пожелание, как должно быть. То, как же то, чего желает Грэхем, автоматически не означает, что автоматически тот же самый подход соответствует политике нынешней администрации. Применение ядерного оружия по Украине и, как знак равенства, применение ядерного оружия против НАТО, то есть вот как равноценное такое уравнение, официальные лица, я бы сказал так, те, кто руководит государствами НАТО, в том числе Байден, вот так вот, в отличие от Грэхема, они не высказывались подобным образом. Это важно отметить. Здесь, в первую очередь, важно смотреть на тех, кто принимает решения, а не оппозиционеров, хоть и важные политические фигуры. Однако, такого уравнения они не выдавали в открытую. Однако, надо понимать, что, не дай бог, подобное может случиться. Безусловно, Россию ждут очень тяжёлые последствия. Я не могу говорить за, решать за НАТО, и даже сенатор Грэхем не может решать за администрацию нынешнюю, но, безусловно, сказать, что это не останется безнаказанным, это ничего не сказать. И Россию ждут тяжелейшие последствия просто катастрофического масштаба. А вот, тем не менее, утверждение вот такое, как это высказался Грэхем, скорее, в данном случае, его не делал президент, действующий президент, его не делал премьер-министр Великобритании. Это надо понимать, это сделал всё-таки важная фигура, но это оппозиционный сенатор от республиканской партии.